Всем здравствуйте! Данное видео снимается специально для канала «Всё о стиральных машинах». Я хочу вам рассказать о своей посудомочной машине Куперсберг. Модель посудомочной машины GL4588. Она относится к типу встраиваемых узких машин. Вот так она выглядит, встроенная в кухню. Узкая, компактная. Внутри имеются две корзины. Нижняя просторная для крупногабаритной посуды. И верхняя для более мелкой посуды, кружек, а также для приборов. Для них есть специальная корзинка с несколькими отделениями. Можно положить ножи, вилки, ложки, а также закрыть крышкой. Имеются также стенки регулируемые из пластика, которые можно использовать, например, для мойки крышек сверху. Если заглянуть внутрь, можно увидеть два разбрызгивателя. Верхний и нижний. А также емкость для заполнения солью. Корзины довольно легко сдвигаются внутрь. Даже если они полностью полные. На двери расположены резервуары для моющих средств и для ополаскивателя. Здесь находится ополаскиватель. Здесь моющее средство. Там у меня уже лежит таблеточка. Таким образом она туда помещается. Наверху располагается панель управления. Кнопка включения-выключения. Сейчас у меня горит. Выбор программы. Отложенный старт. Какой резервуар мы моем. Если мы хотим помыть только нижний или только верхний, нам эта кнопка пригодится. Я обычно загружаю посудомоечную машину полностью всегда. И кнопка, которая отвечает за то, что мы моем средством либо в таблетках, либо жидким. Мы нажимаем ее, если у нас внутри таблеточку. Далее подсказка расположена. Какие есть режимы и какой нам сейчас подходит. Какой нужно выбрать. Первый это эко-режим. Здесь мы экономим воду, но моем посуду 3 часа. То есть дольше по времени. Второй режим это интенсивный. Если загрязнения какие-то более сильные. Третий режим это оптимальный режим, авторежим. При обычных загрязнениях за небольшое время. Моет она за 2 часа 35 минут. Есть режим daily ежедневный. То есть загрязнения должны быть небольшими. Здесь оптимальное соотношение времени и расхода воды. Есть режим для хрупких бокалов, стаканов, посуды тонкой. А также режим для мойки с очень низким загрязнением посуды. Всего 25 минут. Если посуда практически чистая, но вам необходимо ее сполоснуть, можно использовать вот таким режимом. Немаловажно, что есть ночная мойка. Хотя, в принципе, я бы сказала, что машинка довольно-таки тихая. Очень низкий уровень шума. И я не пользуюсь этой программой, потому что мы спим в другой комнате. Но если машина будет расположена где-то рядом со спальным местом, то, наверное, она может пригодиться. И последняя, восьмая программа. Это предварительная мойка. Если вы планируете помыть посуду завтра, но боитесь, что загрязнения присохнут до такой степени, что машинка не сможет их отмыть, можно воспользоваться предварительной мойкой. Я не пользуюсь. Машина отмывает, в принципе, любые загрязнения. Но ситуации бывают разными. И у всех свои потребности. Думаю, что может кому-то пригодиться. Далее хотелось бы отдельно отметить. Сейчас не видно, но... Когда машинка стирает, внутри горит зеленый фонарик. Когда она постирала, он начинает мигать. То есть, вы всегда знаете, когда она закончила цикл и на какой стадии она сейчас. То есть, не получится так, что вы открыли, а машина оказывается в процессе стирки. Индикатор вам подскажет, что в данный момент делает машинка. Машина не блокируется при стирке. То есть, ее можно открывать. Но этого делать не стоит, потому что там, конечно же, высокие температуры и пара. Это просто небезопасно. Если в целом говорить о машине, я ей очень довольна. За свои деньги она вполне составляет конкуренцию более дорогим конкурентам. И очень хорошо моет, тихо моет. И главное, что пока за время эксплуатации с ней не было никаких проблем. То есть, она не ломалась. И показала себя как надежный помощник. Ссылка на машинку есть в описании. Если видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.